Можно начать с одномерной задачи. Я расставлю крестики-нолики в произвольном порядке, а вы можете опять же закрасить черные-белые клетки. Операция – это обмен седьмых знаков. За какое наименьшее число можно все крестики согнать влево. И сейчас будут там вариации этого вопроса. Какое наименьшее число операций, чтобы крестики в итоге оказались как-то слепы. Здесь положение каждого крестика можно очень легко охарактеризовать, если вы занумерую эти клетки. Вот у меня в начальной ситуации крестики находятся на... Номер одного из крестиков изменяется на единичный. Значит, какой счетчик, вот как, отсюда буквально в одном предложении вытащить решение задачи? Просто объявить счетчиком сумму номеров, да? Которые стоят крестики. И тогда этот счетчик у нас будет менять не более чем на единицу за одну операцию. А в конечном случае должна получиться сумма одного до шести. И мы просто даже физически чувствуем, за что тут творится. Ну, если два крестика вы случайно меняете места, то ничего страшного не произошло, просто ситуация неизменилась, равно как и номер. Вот если крестик и номер, то счетчик изменяется ровно на единицу. Тем самым полностью контролируете количество ходов до цели. И наоборот, по этому счету, ну, можно просто привести банальный алгоритм, да? Просто взять самый левый крестик и загнать его на левый. Взять второй и загнать его путем нескольких операций на второй крест. И даже считать ничего не надо, за нас это сделает еще нечетчик. Правильно? Выбирать такие операции, которые счетчик именно уменьшается на единичный. Хорошо. С этим понятно, да, сюжет? То есть, немножко более сложный вопрос. Согнать крестики вместе. Не обязательно их ставить влево, а просто чтобы они представляли собой единый блок. Более хитрая задача. То есть, нас устраивают несколько конечных ситуаций. Можно сказать, перед нами не одна цель, а такая мультицель, несколько целей, которые нас устраивают. И в любой из них достаточно прийти. Какая вам больше нравится? Лишь бы крестики образовывали целый блок. Пункт B. Единый блок. Единый блок крестик требуется создать. Что мешает очень быстро получить? Ну, если изначально один блок крестиков, то уже делать ничего не надо, да? В данном случае, может быть, даже не количество блоков крестиков, как в предыдущей задаче. А, давайте разберемся на каких-то частных примерах, как тут делать. То есть, если у нас, например, два блока крестиков, то всего лишь один вход нужен, один флип нужен, да? Чтобы крестики стали одним блоком. С другой стороны, другая вариация. Вот два блока крестиков. И здесь нужно немножко больше потрудиться, да? Вы понимаете, что нужно целых три флипа, чтобы крестики соединить, а не образовывали один блок. Какая характеристика приходит в голову? Ну, можно мыслить процесс так. То есть, изначально у вас есть несколько крестиков, а между ними, возможно, как-то затесались нолики. Правильно? Между ними, возможно, затесались нолики. И вот вам нужно выгнать эти нолики за пределы блока крестиков, чтобы крестики соединились друг с другом, образовывали единый блок. Сколько нужно операций, чтобы конкретно этот нолик выгнать за пределы блока крестика? Одна. Вот этот ноль хороший от близких начал, да? Одна операция. Если нули между вторым и третьим крестиками, то уже с ними еще больше потрудиться надо, да? Этот сюжет в качестве упражнения, да? Ну, уже примерно понятно, что объявлять счетчиком, да? И какой... Ну, скажите, вот как вам сейчас, сейчас на текущий момент кажется, что какой самый сложный вариант, в котором потребуется больше всего операции для соединения крестика в один долг? А так сначала идет половина крестика, а потом полюбка, пожалуйста. Вот, да? Слышно. Дело в том, что для каждого конкретного этого нолика, для каждого конкретного нолика нужно не менее трех операций именно с ним. Правильно? То есть вот этому нолику нужно не менее трех операций либо пройти через три крестика, которые левее его, либо пройти через три крестика, которые правее. Может быть, и это получится. Но в любом случае, если он выйдет за пределы блока крестиков, он совершил не менее трех. Закончите это рассуждение.